Проблемы и перспективы Успенского района, исполняющие обязанности главы Геннадий Бахилин и губернатор Александр Ткачев, обсудили во время рабочей встречи. Муниципалитет Бахилин возглавил чуть больше месяца назад. До этого он хорошо зарекомендовал себя на посту мэра Тихорецка. Губернатор выразил надежду, что этот опыт поможет новому главе справиться со всеми поставленными задачами и поднять рейтинг Успенского района. Я очень надеюсь, что этот опыт, который сегодня есть, вы сможете его аккумулировать и в полной мере приобщить, распространить на новой территории. В Успенском районе, к сожалению, хозяйство района требует серьезных корректировок и по темпам экономического развития показатели. Успенский район сегодня находится на 41 месте. Конечно, недопустимо, я считаю, что и производственная, и социальная база есть для роста, для улучшения жизни, качества жизни. В Успенском районе. Поэтому очень надеюсь, что вы сможете вести достаточно хорошую разъяснительную работу, решать социальные задачи, ну и, конечно, поднимать экономический потенциал района и выводить район в лидирующую позицию. Для реализации всех социально значимых вопросов необходимо, конечно, пополнение собственного бюджета. Сегодня бюджет муниципального образования, собственные доходы составляют 139 миллионов, план у нас стоит 141, но этого недостаточно для того, чтобы решать те задачи, которые перед нами стоят. Главным приоритетом, так как район сельскохозяйственный, вот я вижу, это развитие растеневодства и животноводства. Также увеличивает выработку молока. Конечно, безусловно, ваша помощь в предоставлении субсидий дает очень значительные подспорья в этих направлениях. Также продолжать поддерживать муниципалитет краевые власти будут и в решении социальных задач, заверил Ткачев. И поинтересовался, на каком этапе сегодня строительство детской школы искусств. Строить ее начали еще пять лет назад, и для этого из казны региона было выделено более 150 миллионов рублей. У всех на слуху проблема школы искусств, которые никак не можем достроить. Как вы здесь, что будете предпринимать? На сегодняшний день документация находится в экспертизе, для того, чтобы проводиться корректировка стоимости. Но в планах построить и запустить ее к первому сентября. Было бы правильно, вот я посмотрел, это прилегающая территория, сразу оформить, сделать благоустройство, чтобы появилась такая доминанта Успенского района. Обсудили на встрече и проблемы ЖКХ. Сегодня от жителей Успенского района довольно часто поступают жалобы о перебоях с водоснабжением, отметил глава региона. По словам Бахилина, многие участки инженерных сетей уже очень изношены. Заменить трубопроводы и насосное оборудование местные власти планируют в ближайшее время по краевым программам.